Для спасения человеческой жизни порой важна каждая минута. В условиях экстренной ситуации бригада фельдшеров должна добраться до пациента как можно скорее, но на пути у медиков часто встают неправильно припаркованные автомобили во дворах. Как правило, при каждом заболевании определенное время пациенты могут стремительно ухудшаться. То есть здесь каждая минута на счету, каждая секунда. При острых нарушениях мозгового кровообращения у нас есть золотой час, который мы должны успеть своевременно для того, чтобы уже в стационаре могли своевременно оказать должную помощь. Неправильно припаркованные машины – частая проблема. Особенно тяжело водителям скорой помощи приходится ночью, когда все возвращаются домой, а также зимой, когда дороги сужаются из-за снега. В условиях нехватки парковочных мест водители часто нарушают правила, что создает серьезные препятствия для спецтранспорта. Бывает, особенно когда на поворотах где-то ставят. Тяжеловато проезжать, потому что машины не маленькие, длинные, и радиус поворота у них, естественно, больше, чем у легковой. Но затрудняет, конечно. Особенно зимой мы сколько раз выезжали, приходилось чуть ли не руками машину передвигать. Проблема с неправильной парковкой во дворах мешает не только автомобилям скорой помощи, но и пожарным, и спасателям. Согласно правилам дорожного движения, нельзя оставлять свои авто на тротуарах, вплотную к подъездам, на поворотах, детских площадках, под окнами, а также в местах, предусмотренных для спецтехники. Штрафы для физических лиц смогут достигать несколько тысяч рублей. Для должностных лиц и юридических лиц – несколько десятков тысяч рублей. Чтобы нарушитель заплатил штраф за неправильную парковку, во дворе необходимо обратиться в ГИБДД. Водители, будьте внимательны и соблюдайте правила парковки. Не загораживайте проезды во дворы, ведь от этого может зависеть чья-то жизнь, в том числе и ваших родных, близких людей. Кирилл Савосин, Анатолий Рассохин, Управда ТВ.